Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали меморандум о техническом сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал глава ведомства Владимир Делба с российской замруководителя казначейства Александр Демидов. Александр Демидов, подписывая соглашение, добавил, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета. Подробности узнаем у замминистра финансов, начальника управления казначейства Минфин Абхазии Саида Губас. Не так давно Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали меморандум о сотрудничестве. Расскажите, что подразумевает этот документ? Да, действительно, 26 августа текущего года между Федеральным казначейством и Министерством финансов в Республике Абхазия был подписан меморандум о техническом сотрудничестве между двумя нашими ведомствами. Предполагается, что в рамках указанного меморандума мы будем осуществлять сотрудничество в пределах своей компетенции с учетом интереса наших государств в различных направлениях. Это направление связано с организацией функций органов казначейства, методологией, технологией обслуживания бюджета, финансовым прогнозированием, развитием информационных технологий в органах казначейства, бюджетным учетом, контролем и оценкой исполнения бюджета и внутреннего аудита. Хочу отметить, что, естественно, это сотрудничество будет происходить в различной форме. В первую очередь планируется проведение ознакомительных визитов и встреч специалистов наших сторон. Эти встречи могут относить различный характер. Это может быть очная встреча, могут быть встречи в виде видеоконференц-семинаров. Конечно, у нас будут проводиться еще и семинары, дискуссии, конференции. Будем ознакомливаться с законодательством наших стран, которые регулируют деятельность казначейских систем. Ну и в целом обмениваться информацией по вопросам деятельности наших двух ведомств. Но это соглашение в рамках... Гармонизации. Я вам скажу, нет, гармонизации. Это не связано с гармонизацией. И меморандум отношения не имеет. Более того, я хочу сказать, что с датой подписания меморандума у нас не считается датой начала сотрудничества между двумя нашими ведомствами. Скорее, этот меморандум является результатом нашего уже достаточно долгого сотрудничества. С нашими российскими коллегами мы знакомы и сложили такие достаточно хорошие рабочие отношения уже достаточно давно. Начиная с 2013 года, когда начиналась подготовка к переходу на казначейскую систему, и уже в более активную фазу вошли, когда в 2016 году внедрили эту систему. И с тех пор наполняя нашу казначейскую систему различными финансовыми инструментами, механизмами, мы достаточно плотно, достаточно тесно взаимодействуем с нашими коллегами. Безусловно, у наших российских коллег достаточно солидный опыт в вопросах развития казначейских систем, достаточно передовые технологии, механизмы они внедрили в свою казначейскую систему. И благодаря их поддержке у нас есть возможность перенимать их опыт и внедрять у себя тоже различные финансовые механизмы. А вот вы говорите больше 10 лет сотрудничаете с российскими коллегами, а результат, который можно уже увидеть, вот для наших слушателей, чтобы было понятно, да, вот что удалось все-таки при помощи, при поддержке сделать? Ну, основная цель нашего сотрудничества, которая закладывалась, естественно, это возможность создания, в первую очередь, здесь условий для перехода с банковской на казначейскую систему. Эта задача была выполнена в 2016 году, а с 2016 года мы наполняем нашу систему различными инструментами. Это вот электронная подпись у нас уже некоторое время работает, учет бюджетных денежных обязательств, казначейское сопровождение государственных контрактов у нас сейчас заработало. Далее мы планируем развить еще некоторые финансовые инструменты, которые мы, ну, пока на стадии изучения находимся. Ну, в Российской Федерации у наших коллегов уже достаточно давно работают. Это, в первую очередь, система управления ликвидностью. Если сравнивать казначейство России и казначейство Абхази, у них, в отличие от нас, есть еще иные полномочия, которыми мы не обладаем пока. В первую очередь, это полномочия администраторов доходов. Федеральное казначейство, будучи администратором доходов, вот если говорить о показателях, за 2023 год зачислилась бюджет более 600 миллиардов рублей. Которые они заработали, управляя ликвидностью, то есть свободным остатком средств бюджета. Вот сейчас тоже в рамках нашего меморандума сейчас составляем дорожную карту нашего взаимодействия. И планируем проводить встречи, семинары, посвященные изучению этого механизма, с тем, чтобы, возможно, у нас тоже начать применять этот институт управления ликвидностью. Вот это будет достаточно интересная система, когда федеральное казначейство размещает в банках операции с ценными бумагами, операции, так называемые, репо, размещение депозитов, с тем, чтобы на свободных остатках средств бюджета заработать еще дополнительные доходы для бюджета. То есть вполне возможно, что у нас тоже такой шанс может быть? Да, вполне возможно. Мы сейчас изучаем нормативную сторону этого вопроса и дальше уже будем думать о том, насколько у нас это приемлемо и насколько мы сможем качественно наладить этот процесс здесь. Потом у них еще достаточно интересная система, информационная система государственных и муниципальных платежей, когда к казначейской программе подключаются еще и кредитные организации, то есть банки, система призвана ускорить и повысить качество администрирования доходов. Это может касаться не только доходов, которые напрямую идут в бюджет в виде налогов и пошлины и так далее. Это может касаться платежей за электроэнергию, за воду и так далее. Ну, те платежи, которые, скажем так, администрирование которых немного слабее по отношению к налоговым платежам. Ну, много у них различных систем, инструментов, которым мы присматриваемся и изучаем. При этом стоит сказать, что у наших коллег есть на что посмотреть и у нас тоже. Интересный момент, да. Хотелось бы узнать, чему они у нас могут поучиться. Мы недавно заявляли тоже о том, что с 22-го года у нас ведется работа по автоматизации бюджетного учета. И эта работа очень интересна тем, что сейчас у нас автоматизированная система исполнения бюджета. То есть у нас установлен программный продукт, в котором мы в автоматизированном режиме осуществляем контроль над исполнением бюджета. То есть все поступления, все расходы и так далее. Автоматизация бюджетного учета в рамках этого же программного продукта позволит создать единую систему, очень такую достаточно серьезную, масштабную, в рамках которой у нас будет полная информация обо всех бюджетных средствах, не только их поступлениях и расходах. То есть у нас в рамках программного продукта будет осуществляться автоматизация бюджетного учета, бухгалтерского учета, автоматизация расчета заработной платы, автоматизация учета кадров. То есть мы будем видеть не только платежи, по которым условно рассчитывают заработную плату. Мы сможем контролировать процесс начисления заработной платы. Впоследствии, когда организации через нас провели платежи, мы также в этой программе сможем контролировать, поставлены ли приобретенные товары на баланс, приняты к учету, правильно приняты или нет. Аналогов этой системы нет в Российской Федерации даже. Есть системы, которые в разной форме автоматизировали те или иные процессы. Но так, чтобы в рамках одного программного продукта, в рамках одной системы это все было централизовано. У наших российских коллег этого пока нет. Сейчас они присматриваются, как это у нас будет работать. Мы к сентябрю уже планируем завершить все мероприятия. Пока что в пилотном режиме до 20 организаций бюджетных работают в этом программном продукте. Все, в принципе, довольны. И мы рассчитываем на то, что скоро, ну, уже с начала года, получите доступ к этому программному продукту. Саид, а как удалось нам, вот как вам это удалось сделать? Ну, это связано с определенными особенностями, в том числе с особенностями нашего законодательства, которое немного отличается от российского бюджетного законодательства, я имею в виду. У нас, во-первых, двухуровневая бюджетная система, и у нас управление казначейства взяло на себя полномочия по обслуживанию бюджетов всех уровней. В России трехуровневая бюджетная система, и у каждого уровня бюджета есть полномочия по самостоятельному обслуживанию и исполнению бюджета. То есть федеральное казначейство не всегда и не во всех субъектах осуществляет обслуживание бюджетных организаций. То есть бюджеты субъектов или муниципальные бюджеты имеют право создавать свои казначейские подразделения, самостоятельно осуществлять и контролировать кассовое исполнение бюджета. У нас это все централизовано, это позволяет нам, ну и условия, естественно, географические, наверное, ввиду наших небольших территориальных, скажем так, размеров и небольшого относительно России, да, количества бюджетных организаций у нас получилось осуществить вот такой централизованный, обеспечить централизованным программным продуктом всех наших участников бюджетного процесса. Это, да, это приятно слышать, что вот у нас такие успехи есть в системе. А в целом вот вы в этом году какие-то интересные тенденции замечаете в работе? Вот в прошлом году мы с вами общались и говорили о том, как вообще проходит процесс, и вот по вашим словам расходная часть бюджета выполнялась равномерно, без задержек по оплате. В этом году что интересного? Ну, каких-нибудь значительных споев в процессе исполнения бюджетов не возникает. Ну, наверное, хочу заметить, что наши бюджетополучатели, конечно, с каждым годом становятся намного дисциплинированнее. Ну, возможно, в этом и наша заслуга есть, сейчас не могу об этом говорить наверняка, но тем не менее мы замечаем, что объем платежей, который мы бракуем за некорректное их заполнение или за нехватку каких-нибудь документов, неверно оформленных документов, он планомерно сокращается. Наши клиенты, ну, бюджетополучатели, они достаточно ответственно начали относиться к расходам, ну, понимая, опять-таки, видимо, что без полного перечня документов расходы нами не санкционируются. Это такое, скажем так, приятное наблюдение и достаточно положительная динамика. То есть из года в год качество работы улучшается и контроль за исполнением бюджета тоже усиливается? Качество, безусловно, повышается, учитывая, что мы внедряем новые механизмы, призванные усилить контроль в финансовой бюджетной сфере. Ну, и, соответственно, наши бюджетополучатели, они дисциплинируются. Мы вот проводим достаточно часто совещания, семинары с нашими бюджетополучателями, обсуждаем различные проекты. И в этом плане, можно сказать, что находим понимание со стороны бухгалтерских служб в бюджетах организации. А вот в плане технического оснащения, ведь нужны кадры, IT-специалисты. С этим у вас есть проблема? У нас, к счастью, с этим проблем нет. Еще с 2016 года в казначействе был предусмотрен IT-отдел. Он функционирует, в нем работают достаточно компетентные специалисты. Есть привлеченные специалисты, местные ребята, которые также нам оказывают консультационную помощь. В этом плане у нас сложности не возникает. Более того, мы достаточно часто к своей помощи к нам обращаются наши коллеги с других ведомств, которым мы пытаемся оказывать поддержку. И последнее. Вот с коллегами вы развиваете сотрудничество. Ваша совместная работа уже длится с 2013 года. Вот в ближайшее время запланированы ли какие-то встречи и конкретные проекты, которые вы начнете уже обсуждать в ближайшее время? Ну вот, как я ранее говорил, сейчас мы составляем дорожную карту мероприятий. Но предварительно планируем, что каждый квартал у нас будут проходить заочные, в формате видеоконференции будут проходить семинары. И с какой-нибудь периодичностью, несколько раз в год, наши специалисты и их специалисты будут иметь возможность ездить друг к другу с тем, чтобы обмениваться опытом. То есть это не только они будут к нам приезжать, но и наши специалисты будут направляться в разные регионы Российской Федерации с тем, чтобы там посмотреть, как работает казначейская система, перенять у них опыт и дополнительные знания. А какие задачи на этот год у вас? Что обязательно надо завершить и что надо успеть сделать? Ну, сейчас у нас основное мероприятие, это завершение нашей программы, связанной с автоматизацией бюджетного учета. Мы планируем, что сейчас в осень все мероприятия завершим и сможем промышленную эксплуатацию масштабную стать программный продукт. Естественно, казначейское сопровождение у нас тоже вопрос про проект, который реализовывается несколько лет. Сейчас вот мы взяли еще одно соглашение, связанное с предоставлением субсидий на казначейское сопровождение. И, соответственно, в этом направлении мы развиваемся. И до конца года планируем взять еще несколько контрактов либо соглашений на казначейское сопровождение. Саид, благодарю за информацию, удачи в работе, спасибо большое. Я напомню, это был замминистра финансов, начальник управления казначейства Минфина Абхазии Саид Губаз. Он рассказал о техническом сотрудничестве между Минфином Абхазии и федеральным казначением.